Украина, как государство, которое реализует террористическую практику, вполне способна на самые безответственные авантюры, включая и нанесение ударов и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Польша отличается наибольшей активностью. Эта страна имеет глобальные амбиции. Она намерена заменить, вытеснить на обочину влияния в Евросоюзе и в целом на европейском континенте Германию и Францию стать таким, как бы, американским смотрящим в Европе. Решение задач специальной военной операции в том виде, которые были провозглашены президентом Путиным 24 февраля 2022 года, будут реализованы российскими вооруженными силами. Недавно премьер-министр Польши Моровецкий заявил о том, что конфликт в Украине может затянуться на несколько лет, как он сказал. Я понимаю, что в этой части делать какие-то прогнозы – это дело неблагодарное, но как вы считаете, действительно ли СВО может затянуться так надолго? Вы знаете, тяжело подтвердить либо опровергнуть то, что сказал польский премьер-министр, только в своих оценках Варшава откровенно предвзята и, разумеется, играет в собственную геополитическую игру, рассчитывая на исторический реванш и поглощение западных регионов Украины. Поэтому оценки, которые дает Варшава, во всяком случае, частично, возможно, основаны на действительно разведывательных оценках польских специальных служб. Мы, во всяком случае, исходим из базовых положений, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным, что наши цели и задачи специальной военной операции остаются неизменными. Ну а что касается темпов продвижения, выбора тактики, стратегии боевых действий, наша задача – минимизировать свои собственные потери и при этом эффективно уничтожать жилую силу, технику и вооружение противника. Поэтому мы будем исходить из, собственно, этого базового целеполагания. Понятно, что сегодняшняя Украина – это в определенной степени гиря стопудовая, которая висит на ногах прежде всего Европейского Союза, ну и Соединенных Штатов Америки, поскольку абсолютно согласен буквально с сегодняшним заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Ворбана, который совершенно справедливо дал оценку, что если прекратить внешнюю финансовую помощь Украине, то эта страна просто рухнет, она де-факто не существует и внешне зависима. Тактика, которую сегодня использует Россия – это перемалывать и уничтожать противника, при этом оказывать массированное давление по всей линии фронта для того, чтобы не дать возможность украинской армии сформировать ударный, нарастить силы, переоснаститься и реализовать стратегию контрнаступления. Если это рано или поздно произойдет, а мы исходим из того, что Украина перейдет в контрнаступление, я полагаю, что те резервы, силы и средства, которые у нас есть, сформированы, дооснащены и активно сейчас туда поставляется новое вооружение, военная техника, а также модернизированная боевая техника, прошедшая соответствующий апгрейд, во всяком случае мы будем способны адекватно реагировать на действия противника. При этом вдоль всей линии боевого соприкосновения строится соответствующая система укреплений, фортификационных сооружений, чтобы затруднить такой сплошной прорыв противника, измотать его, поскольку мы понимаем, что это игра в долгую, фактически речь идет о новом мировом устройстве. Здесь ставки чрезвычайно велики, ну как для России, так и для ее партнеров, союзников, в числе которых, безусловно, в первую очередь мы рассматриваем Республику Беларусь и президента Беларуси, верховного главнокомандующего вооруженными силами Александра Григорьевича Лукашенко. Но, тем не менее, понимаем цену вопроса. И здесь важно принимать абсолютно правильные, выверенные решения для того, чтобы видеть главную цель впереди, идти к ней, что называется, с минимальными потерями, с холодной головой, основываясь на собственных разведывательных оценках, понимании ситуации, то, как эта ситуация будет развиваться в динамике ближайших нескольких месяцев. Возвращаясь к той же Польше, она собирается поставить дополнительный МиГ-29, потому что, как они заявили, несколько МиГ-29 они уже поставили. И тут возникает вопрос, а почему именно Польша впереди планеты всей стремится помогать Украине? Это как-то связано с тем самым историческим реваншем, о котором вы говорили, или какие-то другие причины есть? Современная польская элита, она мыслит категориями продолжателя дела Юзефа Пилсудского. Потому что я в Польше был очень много раз, наверное, больше 20 за последние, в общем-то, десятилетия. И прекрасно помню, как менялось отношение официальной Варшавы к Российской Федерации. Если мы посмотрим ситуацию начала, ну, даже, скажем так, конца 90-х, начала 2000-х годов, отношения были вполне себе даже добрососедские. Помним и визиты президента Путина в Варшаву. Я сам сопровождал, например, в начале 2000-х годов секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. И, собственно, мы приезжали на переговоры в Варшаву. И прекрасно помним ту абсолютно дружелюбную, я бы сказал, исключительно атмосферу. Были каналы партнерских связей между Польским бюро национальной безопасности. Тогда его возглавлял Марек Сивец, ближайший подвес-подвижник и правая рука, фактически, тогдашнего польского президента. И отношения были исключительно, я бы сказал, дружественные. И прием был очень, я бы сказал, такой теплый даже. Понятно, что это, возможно, была и такая польская конъюнктура, но, тем не менее, во времена Квасневского отношения были, я считаю, просто у России и Польши превосходные. Очень активно работало польское посольство в Москве, и на приемы туда приглашались руководители российских, скажем, военных. Прекрасно помню, например, и целый ряд наших видных военных, которые были участниками официальных мероприятий в польском посольстве. Помню прием в польском посольстве по случаю успешного завершения расследования катастрофы. Вот всем известный инцидент, гибель президента Качинского. И польское посольство в знак признательности за объективность расследования, проведенного российской генеральной прокуратурой, провело даже специальный прием. Я прекрасно помню и генерала Ярузельского, опять же, прибывшего в Москву на празднование Дня Победы и прием по этому случаю в польском посольстве. Но постепенно отношения уже по мере того, как менялись польские политические элиты. И на место тех, я бы сказал, прагматиков, разумных представителей польского эстеблишмента пришло нынешнее поколение абсолютно русофобское. Мы видим изменение политики официальной Варшавы. Сегодня эта страна реальный военный противник России. Сегодняшняя Польша это то, чем она была в 20-30-е годы прошлого века с точки зрения добрососедских отношений. Такой вот антироссийский санитарный кордон. То есть возрождаются худшие практики панской Польши, которая имела огромные аппетиты для того, чтобы сожрать у своих соседей те или иные территории. Помним, опять же, Мюнхенский сговор, кстати говоря, в котором очень активно поучаствовала и Польша, оторвав кусок от Чехословакии. Мы, во всяком случае, ориентируемся и на заявления польских политиков, но в большей степени на заявления российской службы внешней разведки, в том числе и Сергея Евгеньевича Нарышкина, который возглавляет СВР. Там были даны еще, на моей памяти, наверное, месяцев 8-9 назад совершенно четкие разведывательные аналитические выкладки, в соответствии с которыми Польша хочет проглотить фактически те территории, которые она раньше имела, а затем в ходе известных событий конца 30-40-х годов, которые вошли в состав уже Советского Союза. Точно такие же территориальные претензии и аппетиты есть у Польши и к Республике Беларусь. Именно в силу этих причин мы, прежде всего, понимаем, что Польша играет чрезвычайно активную роль в реализации вот этой новой антироссийской повестки Запада. Поэтому поставка любых видов вооружений, безусловно, здесь Польша один из главных инициаторов, я бы сказал, таких вот формальных предводителей, вот той части, скажем, Восточной Европы, которая отличается наибольшей русофобией. Что касается вот этих МИГ-29, которые были переданы Германии, Польше, Опять же, в конце 90-х годов, сопровождая тогдашнего министра обороны России, маршала Игоря Дмитриевича Сергеева, в его официальном визите в Германию, для перелетов уже внутри Объединенной Германии, нашей российской военной делегации был предоставлен самолет личный, который использует федеральный канцлер Германии. Этот, кстати, самолет называется Конрад Аденауэр. И вот при перелете уже внутри Германии с одного места в другое, мы там посещали ряд объектов, баз, тогда тоже были хорошие отношения с Федеративной Республикой Германии, как раз нас, вот эту, российскую делегацию, которая осуществляла перелет на самолете федерального канцлерга внутри Германии, сопровождал почетный воздушный эскорт, как раз вот из прошедших модернизацию под стандарты НАТО истребителей МИГ-29, именно те, которые были потом переданы Польше, и которые сегодня Польша намерена передать уже, собственно, в руки Украине. Конечно, по большому счету, большой погоды, там, вот эта техника не сделает, но, как говорится, курочка по зернышку клюет, а Украина это даже не курочка, а такой прожорливый кукушонок, который хватает все, что может, из тех, кто ему вклюет туда, приносит деньги, оружие, но и Польша отличается наибольшей активностью. Эта страна имеет глобальные амбиции, она намерена заменить, вытеснить на обочину влияния в Евросоюзе и, в целом, на европейском континенте, Германию и Францию, стать таким, как бы, американским смотрящим в Европе, плюс активные попытки предложить размещение на своей территории и американские военные базы, и американское тактическое ядерное оружие, помимо уже к тому объекту противоракетной обороны, который Польша разместила у себя, и там, помимо противоракет, в стандартной шахтной установке могут быть размещены и, в том числе, американские томогавки. Поэтому в отношении Польши, я считаю, мы должны быть предельно бдительны, поскольку эта страна позиционирует себя как откровенно враждебная, как противник России и Белоруссии. И, конечно, то решение, которое было известно и принято двумя нашими президентами о размещении российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. Но вот что касается истребителей, пока их собирается поставлять только Польша, но я думаю, впоследствии, вероятно, что к ней присоединятся и другие государства, или Европа, или те же США. И тут возникает вопрос, а что станет целями для этих истребителей? Будут ли они использоваться исключительно в зоне СВО, или Украина рискнет направить их куда-нибудь дальше, ну, например, в Крым? Дело в том, что это не просто истребители, а это многофункциональные боевые машины, которые могут использовать любые типы управляемого оружия. Даже вот эти вот МиГ-29 из состава Люфтваффе, которые вот сейчас переданы будут Украине, поскольку все-таки украинский парк МиГ-29 мог использовать для ударов по целям только лишь авиационные бомбы, ну, неуправляемые, те же самые КАП-500, например. Вот эти вот польско-немецкие машины, они способны использовать уже и натовские высокоточные вооружения. Это принципиально важно. В том числе управляемые по спутникам глобальной навигационной системе. Будут ли наноситься удары вглубь территории России? Да в этом даже нет сомнений, что если такая возможность Украины появится, она реализует это моментально. Но, на мой взгляд, все-таки гораздо большую опасность представляет не вот передача МиГ-29, а то, каким образом Украина будет рассчитывать на получение высокоточных дальнобойных ударных ракетных систем. Это и те модификации систем «Хаймерс» с соответствующим типом боеприпасов, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров. Вот это реальная угроза. То же самое касается и поставки различного вида ударных беспилотников. Мы видим ряд примеров, когда атаки подвергались, в том числе, аэродромы стратегической авиации России расположены в глубине нашей территории за счет использования вот этих модернизированных советских беспилотников, которые уже помимо функции разведки сейчас выполняют и ударные функции. Понятно, здесь произошла модернизация и активную помощь в поставке элементов, разработке компоновочных решений, испытаний, полетных заданий. Здесь активную помощь играли страны НАТО. Вот это главная угроза. Плюс большая угроза – это наличие диверсионных и подпольных сетей украинских спецслужб, в первую очередь военной разведки Украины, которая выбрала основным элементом своей, скажем, работы – это методы диверсии террора. Вот это главная угроза. Плюс здесь активную помощь оказывают и, например, англичане, которые имеют еще со времен Второй мировой войны очень сильный кластер. Это вот для совершения любых видов террористических операций, плюс разведывательное обеспечение, опять же, со стороны стран НАТО. Вот главная угроза, на мой взгляд, все-таки таится в этом. Конечно, по мере, если конфликт будет затягиваться на несколько лет, а это нежелательный, честно скажем, сценарий, появится и уже НАТОвская военно-воздушная техника, те же самые истребители многофункциональные F-16. Можно предположить, что уже сейчас украинские пилоты проходят соответствующие курсы обучения и боевого применения этой техники. Просто об этом не афишируются. Нас кормят пока байками, что, дескать, у Запада нет таких глобальных планов передачи этого вооружения в руки ВСУ. Все это произойдет рано или поздно. Моя позиция заключается в том, что мы должны при анализе ситуации исходить из самых худших сценариев. Необходимо моделировать самые неблагоприятные для нас ситуации, в том числе и в варианте такого стратегического целеполагания, достаточно долгого, для того, чтобы понимать, как будет меняться ситуация и, самое главное, какие меры противодействия мы должны реализовывать. И здесь ключевое значение, опять же, имеет укрепление потенциала противовоздушной обороны. Мы, кстати говоря, наблюдаем за этим процессом и в Республике Беларусь, поскольку здесь тоже много важных объектов. Это и белорусская АЭС, это и целый ряд ключевых, скажем, технологически опасных производств. Ну, например, опять же, НПЗ. Все вот это надо прикрывать, потому что Украина, как государство, которое реализует террористическую практику, вполне способна на самые безответственные авантюры, включая и нанесение ударов и крылатыми ракетами, и беспилотниками по объектам, которые вот называются критическая инфраструктура. И были уже известны примеры на территории Республики Беларусь. Это связано с самолетом дальнего аэролокационного обнаружения и управления А-50У, известный всем инцидент. Мы, опять же, исходим из тех оценок, которые сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря о риске диверсионно-террористических операций со стороны Украины против Республики Беларусь. Поэтому критически важным является, безусловно, противовоздушная оборона. С удовлетворением отмечаем, что Беларусь делает ставку в первую очередь на закупку в России зенитных ракетных комплексов ТОР-М2. В двух версиях. Одна – это версия чисто российская, ТОР-М2 на гусеничном шасси. Плюс есть такая российско-белорусская версия колесная, где белорусское шасси, а, собственно, все боевые элементы – это уже российские. ТОР-М2К. Практически стопроцентной вероятностью перехвата уничтожения целей в зоне своей ответственности. У нас производителем является ижевский электромеханический завод «Купол», который входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». И вот были сообщения, что буквально 3-4 недели назад в Беларуси была сформирована новая воинская часть, как раз на вооружение которой поступили комплексы ТОР-М2. Очень хороший выбор. Плюс С-400. Ну и, разумеется, необходим РЛС, контроль воздушного пространства, в том числе в диапазоне верх малых высот, потому что именно вот здесь Украина и будет менять беспилотники. Плюс, конечно, угроза внутренних, скажем, диверсионных вылазок, когда берется обычный квадрокоптер, переоборудовается, скажем, в такой вот, ну, дрон-камикадзе, и дальше с помощью агентуры возможно, собственно, совершение каких-то диверсионных акций. Серьезный вопрос, его надо комплексно обсуждать, решать. Я думаю, что в рамках тех усилий, которые есть у нас по военной линии, соответствующие специалисты, а также ФСБ России и КГБ Республики Беларусь оценивают адекватно эти риски и угрозы, и соответствующие меры технического и военного парирования таких угроз реализуют в полном объеме. Но я еще раз хотел бы обратить внимание именно на этот вопрос, потому что противовоздушная порона сегодня приобретает критически важное значение, в том числе для парирования вот таких диверсионных ударов, которые могут быть нанесены Украины как по территории России, так и по территории Беларуси. И еще вы в самом начале, можно сказать, нашего разговора упомянули о потенциальном контрнаступлении ВСУ. И здесь хотелось бы узнать по поводу вот этой утечки из Пентагона, где в том числе шла речь и об этом контрнаступлении. Так вот, как вы считаете, действительно ли это была утечка, либо это была попытка дезинформировать противника США, скажем так? Я могу сказать собственную оценку свой, привести анализ этой ситуации. Действительно утечка была, но она была в формате, скажем так, ограниченного, в таком ограниченном доступе. То есть была некая вот эта вот группа, в числе которых был и вот этот арестованный сегодня молодой сотрудник ВВС Национальной гвардии США, который, как нас уверяют, сливал в эту группу те или иные секретные и совсекретные документы. Скорее всего, вероятно, деятельность этой группы была вскрыта Агентством национальной безопасности США и соответствующими киберструктурами в составе Пентагона. А дальше было решено использовать ее для проведения того, что называется вот стратегической дезинформацией. Была разработана соответствующая оперативная комбинация, в рамках которой, помимо действительно подлинных документов, которые там сочли возможными слить в дополнительные темы, которые были выложены, туда был закачан еще целый ряд материалов, которые носили характер откровенного, такого дезинформационного характера и с целью воздействия на соответствующие центры принятия решений в России. Ну, например, когда говорится о том, что якобы там есть некие противоречия между ФСБ и Министерством обороны России по тем или иным вопросам. Это подается там ведущими американскими газетами как некий эксклюзив, который, собственно, имеется у американской разведки. Слушайте, ну, всем понятно принципы работы ФСБ и Министерства обороны. Есть органы военной контрразведки, которые занимаются оперативным обслуживанием и обеспечением в рамках своих компетенций и полномочий по линии особых отделов по соответствующих воинских частей. Причем это делается на всех уровнях, начиная от Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба и заканчивая отдельным батальоном, либо отдельной бригадой. Поэтому здесь есть полный консенсус и понимание в том, что те или иные документы, материалы, они, соответственно, доступ к ним представители особых отделов имеют, поэтому информирование и оценка ситуации идет стопроцентное. Никто там ничего от военной контрразведки в структуре Министерства обороны не прячет. Наоборот, целый ряд мероприятий реализуется совместными активными усилиями. А здесь нам вот закачивают такую ДЭЗу, что якобы там есть какие-то противоречия. Либо слив по поводу того, что идет там перехват сообщений службы внешней разведки по поводу там каких-то контактов с Китаем. Ну, слушайте, никто по телефону никаких там разговоров не ведет. Есть установленные каналы, шифры, переписки, соответствующие категорированные помещения, системы обработки информации и так далее. То есть мы наблюдаем вот здесь и оцениваем, что это элемент такой дезинформационной игры противника. А цель и задача – навязать нам ложное представление о том, что происходит на Украине, какие сроки, цели, планы и задачи у вооруженных сил этой страны. И вот в комплекте всего, что происходит, поэтому мы рассчитываем, что это все-таки такая оперативная комбинация, которую проводят совместно Пентагон, АНБ и ЦРУ Соединенных Штатов Америки. По этому поводу здесь позиция очень простая, что весь массив утечек, он, разумеется, анализируется самым внимательным образом в российских спецслужбах. Но заранее исходим из того, что здесь возможны акции по стратегической дезинформации со стороны противника. Поэтому вот что можно оценить. А вообще, если мы посмотрим вот такой большой спектакль, вот вспомним расследование Херша про то, как взорвали северные потоки. Ни одна крупная американская газета не уделила этой сверхсенсационной новости какого-либо внимания. На национальном уровне в США эта вообще проблема не обсуждалась. Все ушли, во-первых, официальные лица в такой глухой отказ. Мол, ничего не знаем, не слышали. А потом подсунули нам версию, что якобы вот в американской разведке есть данные, что эту операцию по диверсии в населенных потоках провела некая украинская, собственно, военизированная группировка. Ну, слушайте, а здесь, казалось бы, такая утечка, надо там задавить, закрыть, чтобы никто не мог акцентировать внимание на этом. У нас буквально вот подсвечивают и говорят, вот идите туда, смотрите, читайте, анализируйте, это сенсатно. Все это выглядит на такой хороший спектакль, отлично срежиссированный, показанный в прямом эфире. Там этого мальца 21-летнего в красных трусах, где нет только серпа и молота, чтобы уже точно можно было сказать, что работаем в интересах русских. Вот его там ведут. Понимаете, ну, это спектакль, честно говоря, ну, мы помним, как производили аресты, например, Олдрича, Эймса, либо других известных, скажем так, агентов, которые сливали секрет материала из Соединенных Штатов Америки. Вот таких спектаклей, такой постановки, такого размаха, там, чуть ли не пять вертолетов, спецназ и все прочее, для того, чтобы там этого мальчишку 21-летнего схватить. Да все под камеры, все в прямом эфире. Это напоминает такой голливудский боевик, честно говоря. Ну вот, кстати, да, вы затронули тему важности контрразведки и слышал такое мнение. Кстати, по-моему, у вас в телеграм-канале прочитал о том, что было бы, наверное, неплохо вернуться к практике такой структуры, как СМЕРШ. А чем мотивирована такая точка зрения? Ну, во-первых, впереди юбилей, 19 апреля, исполняется, соответственно, 80 лет СМЕРШу. Это самая успешная контрразведка времен Второй мировой войны, которая смогла переиграть такие структуры, как Абвар, Цеппелин. В России сегодня востребован курс на эффективную работу специальных служб. Почему востребован бренд СМЕРШ и все, что связано с этим? Потому что были огромные успехи. Были вот эти радиоигры, были мероприятия, которые длились годами. Была огромная зафронтовая агентура, которую мы засылали в Германию, перевербовав тех агентов, которые нам, немцы, забрасывали в наш тыл. Некоторые оперативные игры велись даже после 9 мая, и ведь это уже после того, как капитулировали немецкие войска Чехословакии, немецкий разведцентр, с сожалением, передал, как они думали, своей агентуре, а на самом деле подконтрольным СМЕРШу и перевербованным немецким агентам, прощальная радиограмма. У нас, я могу сказать, в журнале «Национальная оборона» вот в апрельском номере этой теме будут посвящены материалы главной темы номера. Будет интервью, во-первых, генерал-полковника Александра Безверхнего, который возглавлял долгие годы департамент военной контрразведки ФСБ России. Будет ряд исторических материалов о работе СМЕРШа, о радиоиграх. Будет материал о руководителе СМЕРШа, генерал-полковнике Викторе Семеновиче Абакумове, который до сих пор не реабилитирован, а на самом деле это является выдающимся руководителем СМЕРШа с 1943 по 1946 год. Поэтому сегодня, в нынешних условиях, СМЕРШ необходимо восстановить. Ну, по крайней мере, придав не образовывать новую спецслужбу, поскольку СМЕРШ был все-таки в структуре выделен из НКВД в структуру Народного комиссариата обороны, а его в годы войны возглавлял лично Сталин. То есть это была спецслужба, которая выходила лично на Сталина. И Сталин утверждал все ключевые документы и замыслы, планы по противодействию противнику. Вот сегодня, в условиях, когда мы сталкиваемся в ходе специальной военной операции с очень активным противодействием, в том числе по линии специальных служб, мы видим целый ряд терактов, которые, к сожалению, оказались успешными и были проведены руками украинских диверсионных подразделений при активной помощи западных спецслужб. Возникает вопрос централизовать эту работу, дать новый смысл, расширить функционал Департамента военной контрразведки, придав ему ряд новых направлений деятельности, увеличив штатную численность, увеличив финансирование и развернув его полномочия, оставаясь, тем не менее, в структуре ФСБ России. Я являюсь убежденным сторонником того, что лучшие практики советских спецслужб во времен Великой Отечественной войны, в том числе и СМЕРШ, нам необходимо сегодня творчески развивать, реализовывать уже на новом и технологическом, и оперативном уровне. Но, опять же, видеть, что вот эта централизация, концентрация усилий дает конкретный, ощутимый и реальный результат. Вот в этой связи не могу, опять же, еще раз не сказать добрые слова в адрес и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Я считаю очень важным решением президента Лукашенко, что он сохранил целостность этой структуры. Это позволяет очень эффективно координировать работу всех основных линий работы и по разведке, и по контрразведке, и по защите конституционного строя, по борьбе с терроризмом, проведение оперативно-технических мероприятий в рамках единой структуры. Естественно, под жестким контролем президента Республики Беларусь, но, тем не менее, вот такая централизация, она исключительно дает хороший мультипликативный эффект. Сегодня мы, во всяком случае, видим, как идут активные контакты, проводятся совместные коллегии. Вот недавно проходила совместная коллегия в Минске, СВР России и, соответственно, КГБ Беларуси. Это очень хорошая практика, потому что и в рамках союзного государства нам необходима единая разведывательная доктрина. Нам необходимо в определенной степени и сложение усилий. Знаем, что КГБ Беларуси исключительно эффективен, имеет хорошие позиции оперативные в ближайших странах. Традиционно так сложилось. Это прежде всего Польша и Литва. В Беларуси очень хорошая и эффективная электронная разведка. Соответственно, исходим из того, что есть и эффективная агентура, в том числе зарубежная. И вот взаимодействие здесь, опять же, оценка общих рисков и угроз нашей безопасности, чрезвычайно все это важно сегодня. Ну и, конечно, насколько можно судить, проводятся и совместные операции, совместные те или иные оперативные комбинации при согласовании, поддержке друг друга. Ну, Россия, мы понимаем, обладает очень хорошими возможностями в разработке, производстве и оперативной технике, которая позволяет процесс разведки, контрразведки делать максимально эффективным. Здесь соответствующая помощь тоже белорусским коллегам оказывается. Поэтому, в целом, внимание к вопросам разведки и контрразведки играет ключевое значение. Сейчас, видим, раскручивается, опять же, скандал в Польше, когда польские спецслужбы обвиняют, опять же, что якобы наши хакеры каким-то образом чего-то взламывали чуть ли не в посольство, в Варшаве зарубежные проникали какими-то техническими методами. Ну, я думаю, это, что такая, наверное, шпиономания все-таки. Но вот вопросы информационной безопасности, скажем, кибероперации, они тоже играют ключевую роль, как и в целом информационное направление. Поэтому здесь мы должны, опять же, поддерживать и усиливать друг друга. Это абсолютно необходимо, потому что у нас союзное государство, общее, скажем, пространство безопасности, одинаковые риски и угрозы. Наблюдаем за тем, как территория прибалтийских стран стала таким вот хабом для базирования тех или иных групп и спецслужб, которые проводят операции против Белоруссии, против России. И как бы здесь вот такая совместная координационная деятельность имеет чрезвычайно важное значение. Я думаю, что и Путин, и Лукашенко уделяют этому направлению приоритетное внимание, поскольку это вопросы национальной безопасности. А с учетом тех рисков и тех проблем, с которыми в свое время столкнулась Россия, а затем и Беларусь, памятные события по попытке государственных переворотов и у нас, и у вас вот эти вот вопросы, они сегодня играют ключевую роль. Ну и, конечно, надо понимать, что планирует и делает противник, потому что он сегодня активным образом усиливает свои возможности по разведывательному проникновению. Центр принятия решений, соответственно, в Москве и Минске. Активно идет работа с молодежью, мотивируются или иные люди, где, подогревая их недовольство, можно направлять их деятельность, в том числе для совершения террористических акций. И все это требует очень серьезной концентрации внимания и скоординированной деятельности специальных служб России и Беларуси. И в этом плане мы думаем, что вот эта линия на усиление этой совместной скоординированной работы, она будет продолжена. Это абсолютно правильно и отвечает реалиям. Ну и если вернуться к этому пресловутому контрнаступлению, которым Украина греет уже очень долгое время, то как вы считаете, есть ли у них для этого силы, либо они просто бросят большое количество военнослушащих в мясорубку и никак ход событий на фронте переломить не смогут? Надо относиться серьезно к планам и намерениям Украины. Здесь ни в коем случае нельзя заниматься самоуспокоением, либо шапкозакидательством. Надо исходить из того, что противник такую операцию по контрнаступлению планирует и будет ее реализовывать. При этом, еще раз говорю, важно проигрывать самые худшие сценарии. Ну, например, что не только будут созданы ударные кулаки и дальше они пойдут в ход для прорыва фронта, но и, очевидно, в момент наступления, либо в период непосредственно предшествующий ему, Украина может активировать свои спящие подпольные ячейки на территории России для того, чтобы попытаться совершить ряд крупных резонансных терактов с целью оказать морально-психологическое воздействие и посеять панику в нашем тылу. Эти операции могут подкрепляться не только вылазками украинских ДРГ, но и ударами украинских беспилотников, причем в таком массированном ударе, несколько сот, может быть, единиц ударных беспилотников, которые одновременно будут активированы и запущены для нанесения ущерба по ключевым объектам, скажем, логистики, транспорта, системы и центров боевого управления, связи, РЭП и так далее. Поэтому качество анализа, качество предвидения здесь играет очень большую роль. Что касается успехов или неуспехов, ну, я, по крайней мере, вижу ситуацию таким образом, что сейчас Россия все-таки путем массированного давления и активного формата боевых действий по всей линии боевого соприкосновения, как я уже сказал, решает задачу недопущения можности концентрации тех или иных ресурсов на тех или иных направлениях. Но западные танки поступают, украинские обученные экипажи с территории стран НАТО на Украину возвращаются, соответственно, и после того, как будет сформирован необходимый резерв и он будет обучен, оснащен, Украина предпримет попытку контрнаступления. Ну, я еще раз могу сказать, рассчитываем на то, что в российском генеральном штабе эти риски видят, их адекватно оценивают, ну, и тактика наших действий, она не будет линейной, понятной и прогнозируемой для нашего противника. В любом случае, мы исходим из того, что решение задач специальной военной операции в том виде, которые были провозглашены президентом Путиным 24 февраля 2022 года, будут реализованы российскими вооруженными силами. Будем надеяться, что это все-таки на годы не сотянется и случится как можно скорее. Все-таки такой вот разумный прагматизм, рациональная оценка фактов, событий, информации имеет ключевое значение. И понятно, что на кону стоит, ну, фактически существование России, ну, и Белоруссии как государства. Судьба наших народов. И цена ошибки здесь крайне велика. Поэтому рассчитываем, что все это осознается и на практическом уровне боевого планирования, боевого применения учитывается, в том числе и в тех или иных вариантах наших действий в зависимости от того, как развернулся событие в ближайшие месяцы. Ну, насчет Генштаба не могу сказать, но что это совершенно точно осознается президентом Путиным, я даже не сомневаюсь. Это так, но все-таки у руководителя государства есть несколько инструментов. Во-первых, получение информации, ее оценки и при необходимости корректировки тех или иных планов, решений и так далее. При этом я вот являюсь все-таки сторонником, чтобы на уровне аппарата Совета безопасности Российской Федерации все-таки осуществлялась координация действий тех структур в России, которые занимаются внешней разведкой. Может быть, вот этот функционал в рамках аппарата Совбеза должен быть более четко прописан. Вообще, я считаю, что аппарат Совбеза нам необходимо увеличивать. Есть известные примеры. Все-таки здесь не должна быть чисто такая технологическая координационная работа, а это должен быть мозг со своим, соответственно, ситуационным центром, с анализом информационных потоков и возможностью непосредственного доклада о тех или иных тенденциях, либо решениях непосредственно первому лицу государства. Я думаю, что такая модель, она наилучшим образом отвечает текущей военно-политической ситуации. Ну, разумеется, это экспертная точка зрения, но, тем не менее, я ее озвучиваю, исходя из того, что есть известный тезис «Идея, владевая массами, становится материальной силой». Во всяком случае, вот все находится в динамике, в развитии, и мы исходим из того, что, безусловно, вот сегодня вот эта военная, военно-политическая тема, тема спецслужб, она имеет ключевое значение, по крайней мере, будет иметь на протяжении всего цикла проведения специальной военной операции, поэтому внимание к этим вопросам, в том числе экспертного сообщества, я считаю, должно быть постоянным, не раскрывая, разумеется, никаких там таких закрытых и чувствительных данных, но там, где есть целесообразность и необходимость обратить внимание и компетентных структур первых лиц государства к тем или иным вопросам, все-таки это полезная и правильная вещь. Поэтому экспертная аналитика, знаете, такая вот разумная, четкая, она, на мой взгляд, имеет все-таки сегодня очень важное значение, в том числе для того, чтобы помогать принимать и реализовать правильные управленческие решения, практики, необходимые для наших силовых структур и специальных служб. Вашу взвешенную и детальную аналитику, ну, лично мне всегда интересно послушать, и в том числе в этот раз было не менее интересно. Хочется поблагодарить вас за интересные, развернутые ответы, и надеюсь, что это не последняя наша беседа. Безусловно, большое спасибо за то, что ваш авторитетный медиаресурс, фактически номер один в Республике Беларусь, проявляет внимание и интерес к мнению и оценкам российского экспертного сообщества. Спасибо.